Поехали. Ну-ка, старая гвардия на месте, сейчас посмотрим. Мне всегда удивляет, когда жители Украины, а это всё-таки Украина, это моя Родина. Мы вас любим, мы вас смотрим всей толпой. Где эта толпа? Сегодня я получил весточку с Украины. Вы помните, 20 книг, высланных мной в Днепропетровск, вернулись обратно, пришлось возвращать деньги, а деньги, ну, как любой порядочный человек, вернул деньги за книги, а 5000 потраченных на пересылку мне почта не вернула. Хотя причина была, неправильное оформление касалось их. Я же просто их отдал, да и всё, адрес и всё. Вот, и вдруг эта информация. Женщина, значит, попросила книгу у меня, и я выслал дорогую, вот эту, которая твёрдой блажки за 1300 рублей. За пересылку заплатила 1000, вот. Так, 1000 чем-то. И пишет, получила. Ну, слава богу, по одной-то вроде бы это. Вот почему 20 книг не взяли, 20 украинских семей имели бы мою книгу. Значит, то, что происходит на Украине, это вызывает именно садоводство. У меня лично вызывает ужас. Информация, которая оттуда идёт, это невероятно. В один день разучили всё выращивать. Всё. Вот так это выглядит. Как это могло случиться? Ну, я догадываюсь, у нас так же, как финны, у нас одни корни садоводческие. То есть, однажды появились журналы и газеты в огромном количестве, и начали убивать, учить убивать деревья. Питомники деградировали в раз. Были ГОСТы. Сейчас я вам показываю фотографию саженца. Это не саженец, это такое предательство. Это надо взять от саженец, приехать в этот Челябинск, да, и по морде, и по морде. Вот такие дела. Поехали. Так, брат, здравствуй. Казахстан, привет. Казахстан, привет, Казахстан. Радов, здравия. Марина, добрый вечер. Вологда, Опарина, здравствуйте. Валентин Шулепов, доброго вечера. Курган. Михаил, привет, привет из Питера. Минус 11. Сергей, сейчас вы поверите, что у меня легкий минус, а в Москве минус 20, обещают минус 30. Меняется климат, надо быть готовым. Сергей Александрович, здравствуйте. Наталья из Москвы, здравствуйте. Минус 10. Говорили 20, но это может быть ночью 20. Канланакова, Светлана. Алтай, привет. Деградировал Алтай, страшно. У вас были 50 градусные морозы. Сады, мне рассказывал Турсон Раскабилов, он был там в командировке. Сады вычистила от плодовых деревьев. А почему? И все искалечены были, это я считаю. Михаил Швинин, привет, Салтая. Ой, Михаил Швинин, Архангельская область, привет. Канланакова, Салтая, а Швинин с Архангельского область. У нас масштабы, вот география. Шостак. Питер, спасибо за пожелание. Алексей Париас, добрый вечер. Александр, смотрите. Всем здравствуйте, я с Кароламина. Всем. Африка. Галина Подольская, ну-ка, что вы пишете. Привила абрикос, академик, на сливу наши местные из косточки. Абрикос очень сильнее, получился большой нарост. Так как ствол из слива за год вырос в два раза. Тоньше. Боюсь, что потом переломится. Так, короче. Применять будем нестандартные методы. Ваша задача задержать развитие абрикоса. И сейчас я же, Эльзов, это совет старого волка. Но совет нестандартный, кощунственный. Противоречившись всему, что я сказал. Ольга Исакова и Наталья Медведева меня с дерьмом съедят. Это точно. Потому что есть такое понятие, вырвать из контекста кусочек текста. Так? Знаете, такое понятие. Я сейчас скажу. Хотите сохранить абрикос. Он и так два раза уже опередил. Вы пишите, да? Вы начинаете уменьшать крону. Уменьшать по-умному. Не осветляя каждую там вторую ветку. Это глупость и подлость. Прилепенность. Как было, так и будет даже в данном случае. А вот так ее уменьшать. Снаружи. Допустим, отрезайте однолетние приросты полностью. Не давайте расти. Возможно, не обязательно умрет. Я же бывает по 40, по 50 веток однолетних. Срезаюсь в молодых деревьях. Они живы. Почему? Потому что я не посягаю на святое. Есть разница. Вот простите за такие сравнения. Но я знаю, что меня потом сожрут в дерьмо все равно. Потому что подробностей не будет. А подробность такая. У вас, если отрезать пальцы, ну, вы останетесь живы. И даже вот эта культяшка что-то можете делать. А если отрезать вот тут, как учат эти девяжецы, выпускники, тогда уж извините все. Страшные раны, морозобойные, морозы, это самое, грибы и все. И вот я вам предлагаю отрезать скелетные ветки прирост последнего года вот так. Нутро не трогая, крышу не трогая. В принципе, она такая же густая останется. Естественно, только ранней весной. И если до весны ваш абрикос на сливе доживет, получится следующее. Вы прекратили рост временный. Он все равно тут же выбросит еще больше веток, еще больше загущения. Но абрикос-то хочется кушать. И в это время, пока вы задержали рост вот этим страшным садистским способом, вынужденным, у вас слива догонит. Поняли? Вот это мой реальный совет. Он очень важен. Вы его никогда ни от кого не услышите. Тут же проклиная, в принципе, осветление, искусственные штамбы. Вот. Эти все якобы неправильные ветки, эти волчки. Появится куча волчков. И все-таки у вас есть шанс, что отторжения до конца не будет. Слива, вот так показываю еще. Вот так. Слива догонит абрикос, потому что вы задержите его рост. Господи, что теперь будет? Ой, боже мой. Все. У меня одна надежда. Дело в том, что я всегда переживал. Ну, хоть бы они посмотрели, что я пишу, что я рассказываю. Вот эти вот выпускницы с шикарным образованием. Что какой-то металлург пишет. А сейчас думаю, ну все, я влип. Так. Добрый вечер, Иванова. Татьяна, добрый вечер. Галина Аржева, добрый вечер. Так. Александр, добрый вечер. Пришли ваши черники. Огромное спасибо. Могу ли запукать всех с сервисами? Я скажу, закопайте, а весной вы останьтесь без чернков. Я скажу, храните в холодильнике, вы останьтесь без чернков. Я скажу, храните их в погребе. Вот. Берет. Ну, в общем, есть плюс, есть минус у каждого способа. У меня есть... Я не могу вам сейчас рассказывать подробнее. У меня есть статья. Называется «Чернок животворящий». Пожалуйста, есть диски в «Чернок животворящий». Там гораздо больше информации. Перейдите за 300 рублей, вы пишите. Или закажите у меня статью. Она есть на сайте. Мне нетрудно лично вам выслать. Вот. А там принимайте решение. Не я буду принимать решение. Нет, закопать снег. Или наоборот, не вздумайте. Решение будете принимать вы. Так. Курган, добрый вечер, Валентина. Так. Значит, какая допустимая максимальная минусовая температура для хранения «Черноков», чтобы их не попортить. От 0 до 4. Не держится, колеблются чаще на минус 7. Значит, смотрите. У меня были примеры, когда я... У меня не было лоджии. Ну, то есть, был не застегранный балкон. А просто вот балкон и балкон. Старого типа. Вот. Я там на лавочке, значит, взял, разложил. Чернокея. Не укрытое ничем. Просто вот так вложил. Тогда дом, самый мороз оказался, но дом греет все равно. И там была самая нижняя 36. И у меня тогда... Ой, память все... Все-все-все. У меня... Вот это, да, в старых записях есть. Он у меня сильно подмерзли. Да, абрикосы, культурные веточки, я их потом вот оставил. И ждал, пока порастут. Порастли единичные почки. Сильно подмерзли. Но это минус 36. А вот в ваш случае, да, это надо специально изучать. Вот минус 7. Если это не отдельное, я уверен, что ничего с ним не случится. Но если всю зиму хранить, что будет дальше, я не могу сказать. По идее, это тоже ничего не случится. Какие-то минус 7. Но у меня есть такая, это, совет, допустим. Ах, минус 7, тогда заматывайте в тряпки. Не только в полицию, но и в тряпки. Вот. И то, и у меня же в практике нет такой. Это как бы совет, но на ваше усмотрение. Так, Подольская. Если вам научиться монтировать фильмы, я не подумаю. Я сама недавно научилась. Программа называется МОВИ. Очень легко. Для справки мне 61 год. А мне, между прочим, 71. Так, что вы уж не сравнивайте. Вы девчонка для меня. Если вам надо, или попросите внука восстановить программу. Значит, если бы вы знали, как трудно выполнить ваш совет, есть на этом большие причины. Мне все говорят, скрести грушу с яблони, скрести абрикос со сливой. А выпустите, пожалуйста, фильм вот на такую тему. Вот. Расскажите то-то, то-то. А вот сказать просто, я вот на этот фильм вышел 200 рублей. Вместо этого мне очень много людей просто дает советы, советы, советы. Я благодарю за советы. Вот. Ну, понимаете, поймите меня правильно. Сейчас начинать учиться фильмы монтировать. Но если бы вы знали, что я позавчера утром не мог с постели снять, ну, это уже не серьезно. Я, вот. Ну, как вернуть 61, чтобы было, как у вас? Уже, наверное, не получится. Я сейчас как говорю? Вот смотрите. Вы мне напомнили про фильмы, да? А то я уже забыл. Я не ждал, что тут же меня завалят переводами по 200 рублей. Чех 100. Я этого не жду. Но. Допустим, вот сейчас, вот это вот мой канал. Вот. Видите? Он не популярный. Тут даже 10 тысяч нет. Правильно? Вот это те самые фильмы. Вот. Вот это вот. Сейчас еще раз покажу. Ну, конечно, эта реклама, она убивает меня на корню. Вот. Сейчас пусть она пройдет. Ролик начнется после рекламы. Поймем. У вас гипертония или сахарный диабет? Это одна реклама. Это отравляет, конечно, наш ваше. Департамент, я ничего не узнала. Делайте республики развития хронической болезни почек на картажизни.рф Вот смотрите. Вот это делает человек прекрасный. То есть фильм «Мой черновик» становится вот таким. Внимание. Вот это то, что я никогда не научусь делать. А потом еще в конце то же самое, еще подробнее. И вот только ради этого, вот, то, что я этого уже никогда не смогу и даже пробовать не буду. Вот. У меня теперь другие заботы, другие проблемы. Я ей прошу 100-200 рублей, и какой-то из этих фильмов становится как бы вашим, как будто это вы его. Вот. Тем более для девчонки, которая это. Если бы я начал рассказывать про нее подробнее, у вас бы все слезы бы на глазах стояли. А вы говорите, научитесь сами и сэкономьте эти, это самое, на девушке. Вот так я вас понял. Но совет, конечно, от души, ну, а теперь так, как мы же эти 100-200 рублей вышли? У многих есть мой, мой этот, как он называется, телефон, да. А телефон привезен к карте. У многих есть, кто уже получал косточки, семечки, черенки, есть мои эти самые данные, как они называются. Ну, то есть, номера карточек. Вот сейчас я еще раз покажу. На всякий случай. Может, кто-то потом возьмет, снова зайдет сюда, по-новому фильм ключит, и, 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 и. Вот это вот увидит, смотрите. Вот это вот увидит, вот это вот увидит. Вот. И может эти 100 или 200 людей послать. Еще раз говорю, я не прошу тысяч. Вот, я не прошу даже девочке помогать, или мне помогать. Я все равно заплачу за эти фильмы. Вот, крайний случай. Вот. Вот, но меня шокировал Сергеев Николай Георгиевич. Я не все равно открыть, и уже деньги тут лежали на этом, на мобильном банке. Вот это я понимаю. Вот я, это, действительно, я его, думал, перехвалил. Когда я рассказывал, какой это человек, выдающий человек, и какой он замечательный человечеще. Не только как специалист, но и как человек.